Господин президент, как с 24 февраля 2022 года изменилось ваше личное отношение к россиянам? Остались ли у вас в России люди, чье мнение для вас по-прежнему значимо? И самый сложный вопрос, как вы считаете, удастся ли когда-нибудь украинцам и россиянам нормализовать отношения? Значит, первое, несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношения после 24 числа ухудшилось. Ухудшилось очень сильно, потеряна эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу, даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что много людей, которые поддерживают Украину, я вам благодарен. Потому что без сарафанного радио, без работы честной журналистики, без внутреннего потенциала русского человека, который за справедливость и за Украину. И да пусть он будет прежде всего за себя. Это значит, будет за Украину в данной ситуации. Потому что война на нашей территории не принесет ничего хорошему этому русскому человеку, если он отдает себе отчет, конечно. Отношение ухудшилось у всех населения. Есть безвозвратность, я вам скажу, как там, я вам скажу, вы сейчас, наверное, поймете. В 2014 году, когда все началось, районы русскоговорящие, скажем так, районы Украины или русскоговорящие семьи, если хотите, вот. Все испытывали надежду, что это вот сейчас-то закончится. Сейчас-то закончится, что вот много всего, и произошло недопонимание, и долгие годы, и нарастало, и так далее. Вот часть вот этих семей, вот они верили, что еще можно все, что-то как-то можно. Вот именно так, вот как я вам говорю, вот так вот что-то как-то, без конкретики, потому что война. И точно было понимание, что что-то как-то нужно. У меня было понимание, когда я пошел в президенты, потому что я понимал, что нужно сделать все, чтобы остановить войну. Абсолютно. И нужно бороться с пропагандой. Своим примером надо показывать, что ты хочешь изменить. Изменить страну, изменить отношения с соседями. Вернуть все, так сказать, в каком-то смысле даже вернуть все назад. В каких-то смыслах. До 2014 года. Найти понимание. Сесть за стол переговоров. Сегодня за этот месяц глобальный, исторический, культурный, произошел раскол. Глобальный. Да не просто война. Я считаю, что все гораздо хуже. Люди какие-то в России остались. Во-первых, мы с вами говорим. Во-вторых, есть люди, которые поуезжали из России. Я не за то, что я поддерживаю их отъезд. Это их внутреннее принятое решение. Есть люди культуры, люди искусств, которыми можно найти те или иные аргументы. Скажем так, они сами найдут. Они читающий процент нации, который разберется. Но глубокое разочарование в том, что высокий уровень населения поддерживает в России в силу различных причин. Я даже не хочу говорить, что это информационная промывка мозгов. Смотрите, это же с одной стороны даун, с другой стороны пропаганда. Но ведь это же тоже оправдание. Давайте честно. Это же оправдание. Ну, нельзя же не замечать войну в течение стольких лет. Ну, можно сказать, да, неделя. Но нам там рассказывали одно, а произошло другое. Понимаете, это же даже не 11 сентября в Штатах. Понимаете, там трагедия, которую все увидели. Да нет, и не взрывы домов в Москве, которые вы помните. И так далее. Это же не так. Это же не один шаг. Это 8 лет, черт побери. Это же долго. За 8 лет люди заканчивают школьное образование. Можно повзрослеть, образоваться. Можно выучить предмет. Можно стать профессионалом в любом виде. Я бы просто пошел бы в журналистику, пошел бы в следователь. Я бы сам нашел. Я бы копал, если я действительно хочу понять, что с этим делать. Но если я не хочу, то я не хочу. Мне легче поддерживать действующий режим. И я считаю, что вот это то самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование, перешедшее в ненависть народов. У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вообще вернется ли это когда-либо. Я не пророк, и это решать будут как раз те люди, которые... Смотрите, я вам так скажу. Еще несколько месяцев, я вам честно скажу. У каждого в семье будет потеря. Та или иная. Выгнали, ранили. Ребенка. Что-то произошло. Переехал человек. Уехал в Польшу. Уехал в Болгарию. Уехал в другую. Не нашел работу. Или нашел работу. Не важно. Не важно. Испугался. Ребенок стал заикаться из-за взрыва. Бог его знает. У всех будет в семье какое-то горе. Какое-то горе. Конечно, не Вторая мировая война. Конечно, не годы оккупации. Но мы и не закончили пока. Поэтому... Ну и технологии другие. Ну и оккупация происходит жестче. Потому что интенсивнее. Понимаете? Потому что оккупация происходит... Я не хочу даже сравнивать с фашизмом. Я не хочу сравнивать. Но мы понимаем, как оккупации в разные. Возьмите себе сами... Вы люди глубокие образованные. Вы знаете, как происходили в разные войны, в разные периоды оккупации. Те или иные. Невыгодно было стирать с лица земли. Города. Потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил. Работал. Тебе же там будут трусы твои стирать. Ты военный. Ты солдат. Ты же там стоишь. Кто-то это должен делать. Мыть, убирать. Готовить, жрать. Где-то жить. Кинотеатры работали во Франции. И так далее. Понимаете? Это... Здесь не так. Вообще не так. Здесь заходят. Если местная власть или кто-то не хотят. Местную власть украли. Люди начинают что-то там кричать. Выжигается все.